Школа спортивного волонтера, мобильный додаток «Стоп инсульт», «Утро гуковая ванна» и компьютерные гульни. В Гомельском технопарке прошел областный этап конкурса «100 идей для Беларуси». Молодь представила жюри 30 авторских распроцовок. С ними ознайомилась Ганна Корольчук. Девятый сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» наближается до финала. В четырех зональных этапах приняли удел 60 проектов, половозь которых прошли на областный уровень. Работы на конкурс принимали по разных направлениях. Все роды яких техничные и социально-экономичные распроцовки. Больше за все идей у ученев профессийно-техничного колледжа электротехники. Яны представили ультрахуковую ванну, мини-фрезерный станок, аппарат для кропковой сварки и разумную цеплицу, якая працует от солнечной батареи. Мы можем настраивать разные показания для настройки микроклимата, для наших культур, которые нам нужны. Также присутствуют дачи и плажности, которые можно посмотреть в анкете. Тут присутствуют дачи и плажности воздуха, температуры. Тут полностью автономны, как полив, подогрев, проветривание. И у нас присутствуют еще на панели, панели управления солнечной панели, которые помогают, когда идет заряд солнечной панели, она заряжает аккумулятор, и та энергия, которая накоплена за день, расходится всю ночь. Хлопцы с Гомельского вагонного депо придумали, как спростить и в три разы поскорить проверку коловых пар при ремонте. Один из самых ведомых проектов – хутор Мебиуса Алексея Зайцева, который, допомогая фермеру, отдаленно контролировать рост ураджа с допомогой гаджетов. Алексей так же автор информационного портала «Пляцовка.Бай» и куратор проекта «Разумная школа». Больше за всю увагу прицягнула Шиншила, напарник учения 19-й школы Ивана Чешуна, который презентовал свою школу магии и черевничества. Йон організует бесплатные факультативные занятия по майстерству фокусов. Суть раскрытия потенциала детей, потому что это еще не совсем сформирована личность, и немного видоизменять ее легче. Обучение детей публичным выступлением, умением говорить, потому что это самое важное в нашей жизни, в современном обществе. И просто быть сильной личностью. Я просто проделывал долгий путь к этому, шел через терник звездам. И хочу, чтобы моим будущим преемникам было гораздо проще это сделать. Кожен из конкурсантов подрихтовал бизнес-план и презентацию по реализации проекта. На протягу трех хвилин удельники обороняли инициативы перед журой. Ключовой кропкой мероприемства стал открытый диалог на тему молодць у навуцей бизнеса, подчас якого молодые науковцы и выноходники обмерковывали с экспертами питание развития молодежной науки у Гомельской области. Именно этот проект дает возможность найти новых ребят, ученых, рационализаторов, которые предлагают на самом деле реальные классные идеи. Может быть она где-то еще и не доработана. Поэтому конкурс называется «Идеи». Самое главное для нас – это найти идею. А дальше уже даем возможность этому проекту развиваться. Это гранты, которые выделяются ежегодно на реализацию тех или иных проектов. И, наверное, самое классное то, что проекты эти реализовываются. По выниках выступления у конкурсантов жюри вызначить коля 10 самых перспективных идей, которые в студии не представят нашу область на финале в Минску. Ганна Кральчук, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Спасибо.